Встречать рассветы и закаты, любоваться видом на море и собственной квартиры. Причем весь этот живописный вид открывается уже со двора жилого комплекса. Расположились три капитана на улице Тимирязева, а именно в районе конечной остановки 46 маршрута. Строятся дома по графику. На сегодняшний день здесь идет заливка 13 этажа. Ну а в конце лета на объекте начнутся работы по строительству второй и третьей башня. Можно гордиться качеством строительства в этом комплексе, потому что сам комплекс монолитный. Я много строек повидала, и это действительно хорошие монолитные работы. Здесь очень много всяких подпорных стен. И за счет, кстати, этих подпорных стен, здесь фактически три уровня подпорных стен, за счет этих подпорных стен территория комплекса получилась очень приватной и фактически закрытой. То есть она такая самоогороженная. Цена за квадратный метр варьируется от 58 до 75 тысяч. Соответственно, однокомнатную квартиру в жилом комплексе «Три капитана» можно приобрести от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Ну а землю, а вернее ее статус, застройщик в лице московской компании «Комстрин» называет не иначе, как правильным для строительства многоэтажного комплекса. Право аренды выкуплено на аукционе. То есть это максимально честное и правильное приобретение земли под многоэтажное строительство, которое только можно придумать. И полностью выплаченные, соответственно, право аренды городу. Строится ЖК «Три капитана» по 214-му федеральному закону. Приобрести же квартиру здесь можно как в рассрочку, так и с помощью ипотеки. Застройщику предоставлена аккредитация Сбербанком, банками ВТБ-24 и Москва. На одном гектаре земли помимо трех капитанов расположится четырехуровневая автостоянка, детская и спортивная площадки и даже беговая дорожка. Действуют здесь и многочисленные акции, в том числе акция «Лоджия в подарок». Убедиться лично в качестве работ потенциальным покупателям предлагают в конце июля, в день открытой стройки. Отдел продаж жилого комплекса «Три капитана» расположен в бизнес-центре «Сокол». Телефон 277-74-85. Инга Габейши и Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».